В ночь на субботу в железнодорожном округе возле собственной квартиры неизвестным ограблен фигурант громкого уголовного дела, бывший начальник УМВД Сахалинской области, отправленный в отставку президентом страны в день задержания. Владислав Белоцерковский, генерал-майор, был на время следствия перевезен с Сахалина в Хабаровск. На высокопоставленного подозреваемого в превышении должностных полномочий грабитель напал в подъезде. По предварительным данным, фигурант скандального дела возвращался из ресторана. До дома мужчину подвезла его дочь. Опальный генерал вошел в подъезд один. После удара по голове грабителю удалось обшарить карманы жертвы. Из барсетки исчезли документы, сотовый телефон марки «Верту» и около 40 тысяч рублей. Придя в себя, мужчина дошел до квартиры и вызвал помощь. Врачи заподозрили у пациента перелом челюсти. Известно, что после этого раненый направился к своим бывшим коллегам. Генерал посетил 9-й отдел полиции для написания заявления о налете. Семья Белоцерковского считает, что нападение было заказным. Мужчина оказался в центре скандала весной этого года. Его заподозрили в том, что он имел отношение к прослушке телефонных переговоров силовиков, негласно приехавших на Сахалин расследовать преступление. На карандаше оказались разговоры сотрудников Следственного комитета и сотрудников собственной безопасности МВД. В правоохранительных органах выходец из Хабаровска работал с 1981 года. До 2010-го Белоцерковский занимал видные должности в структуре Дальневосточной транспортной полиции, а 4 года назад был назначен главой ОМВД Сахалина. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Павел Рогатин.